Всем нехао, с вами я, Эдскрабер, и сегодня у нас китайская дичь из третьего эшелона, Oukit LC15 Pro. На что способен третий эшелон из Китая, обязательно сегодня проверим. На производительность, на камеры, на всё-всё-всё остальное. Но, друзья, по порядочку, стоит ли он этих денег или нет, обязательно тоже обсудим. А вначале распаковка. Вот такая коробочка оранжевого цвета, ничего вам не напоминает. Да, как-то Xiaomi тоже выпускали такие оранжевые коробочки и тогда ещё раскрутились. А внутри, собственно говоря, сам телефон, который сразу лежал в чехле. То есть, классно, что есть чехол в комплекте, это очень здорово. Чехол так себе среднего качества, но, в принципе, пойдёт. Зарядка и кабель USB, microUSB. И, в принципе, всё, друзья. Также здесь не лежала даже скрепочка. А знаете почему? Потому что я сейчас вам покажу. Он открывается вот так вот. Да, друзья, добро пожаловать в 2015 год. И, конечно, это очень интересная тема. В общем, так он открывается. Сюда оставляется две nano-симки плюс microSD. Далее, друзья, по характеристикам. Экран здесь 6 дюймов. В HD разрешении это IPS-матрица 232 ppi. То есть, видите, что разрешение экрана не совсем большое. Да, для бюджетного телефона это, в принципе, норм. Видео в YouTube вы можете смотреть максимум в качестве 480p и не более того. Но, в целом, дисплей очень даже неплохой. На ярком солнце, в принципе, светится. Конечно, цвета пропадают, блеклость появляется. Но, так себе, в принципе, ок. При минимальной яркости немножко бьёт в глаза, но не так сильно. Если вы смотрите видео, допустим, в темноте. Сверху на экран наклеена плёночка прямо с завода. Да, и это телефон, друзья, с капелькой сверху. То есть, действительно, есть вырез в бюджетном телефоне. И это круто, друзья. Даже компания Xiaomi на данный момент не всегда себе такое позволяет за эту цену. Да и, в принципе, за эту цену у них есть только Redmi Go, который ещё в более таком старом форм-факторе. LTE. Здесь есть 4G, но иногда он переходит на 3G. То есть, бывало и такое. Но, в принципе, 4G работает. Можно смотреть видео, видео онлайн и без проблем. Wi-Fi здесь раздача и приём на 2,4 ГГц. GPS есть. Также есть FM радио. За это лайкос. Это реально классно, потому что многие любят FM радио. Bluetooth 4.2 и NFC, друзья, нет в этом телефоне. К сожалению, да, вот такая вот история. И, друзья, сразу же с коробочки у вас Android 9 Pie. За это тоже лайкос этому телефону, потому что можно сказать, что это почти что чистый, но чуть-чуть модернизированный Android, которым очень удобно пользоваться и прилетает обновление. Но то, что 9 Pie, это уже отлично. Это глобальная версия, русский язык есть, но не всё переведено. С одной стороны, это не напрягает, но с другой стороны, можно было бы от этого избавиться. Жестов, друзья, в этом телефоне нет. И по поводу камер, друзья, камера здесь на 8 Мп, скорее всего, это камера от компании OmniVision и дополнительная камера на 2 Мп. Бюджетный телефон, две камеры, ну, в принципе, даже ок. Фронтальная камера на 5 Мп, апертура f2.8. Основная камера снимает в Full HD качестве 30 кадров в секунду и фронтальная снимает в Full HD качестве 30 кадров в секунду. Ну, в принципе, даже тоже отлично. Стабилизации и в том, и в другом случае нет. Давайте посмотрим примеры фото и видео на эти камеры. Делаем снимок на тестер для линз. Обратите внимание, уже эта часть замыленная, да, это не очень хорошо. Увеличиваем. И в центре что мы видим? В центре мы видим, в принципе, неплохую картину для бюджетного телефона. То есть, есть определенного рода детализация. Но посмотрите, что будет, если мы идем к краю. Чем дальше мы идем к краю, тем хуже, хуже, хуже картинка становится. Это говорит о том, что линзы не самого лучшего качества. Скорее всего, это OmniVision или что-то другое. Следующую фотографию сделаем в целом, да, и обратите внимание, тоже края замыливаются, да, а центр остается в хорошем качестве. Для бюджетных телефонов эта ситуация, в принципе, нормальная. Следующая фотография на цветопередачу. На улице хорошая погода, вот таким образом цвет передается. Ну, плюс-минус, немножечко блеклые такие тона, видно, что матрица еще не справляется. И смотрите, следующая фотография. Ситуация меняется, когда много света, и тогда эта камера справляется очень даже ок. То есть, видно даже некоторые детальки вот в этом месте, да. Неплохие цвета, цветопередача, да, тоже, в принципе, ок. А сейчас посмотрим примеры видео на основную камеру. Сейчас дует ветерочек. Я не знаю, как запись звука, но таким образом снимает основная камера в Full HD качестве. Тоже звук пишем непосредственно на сам телефон. Ну, и посмотрите на качество картинки. Понятно, что тоже здесь нет стабилизации, но стандартный такой бюджетный вариант, в принципе, даже ок. Далее фронтальная камера. Вот, обратите внимание, она снимает. В принципе, фронталочка очень даже ок. Мне понравилось за эту цену, она бьет очень даже неплохо. Да, посмотрите на детализацию. Здесь, конечно, все замыленное, но в целом, в целом согласитесь, что это очень даже неплохая фронталка. И сейчас мы посмотрим примеры видео на фронтальную камеру. Братцы, ну что, таким образом снимает фронтальная камера Opetel C15 Pro. Ну, понятно, что она такого качества, что в основном для, не знаю, для Skype, а там, для, может быть, каких-то мессенджеров и все. То есть, селфи здесь, ну, слабенькое, но, в принципе, пойдет. Понятно, что нет никакой не стабилизации, ничего такого. Центральный камень здесь, друзья, Helio A22. Очень вам знакомый по телефону Redmi 6A. Да, это бюджетный камень от компании Mediatek. А видеоускоритель здесь AMG PowerVR G Class GPU. Вот такое вот большое название. Но, если честно, он не сильно решает. Но Helio A22. Проверенный процессор, бюджетный процессор. Мне он в качестве производительности для такого бюджетного сегмента еще понравился в Redmi 6A. Здесь версия на 2.16 и 2 гигабайта памяти LPDDR3. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, пишите любой комментарий, делайте репост этого видео, жмите на колокольчик и все будет окей. В Antutu он набирает около 55 тысяч баллов. Да, это бюджетный вариант и набирает он именно столько. В игры? В игры поиграть можно. На втором канале у меня есть обзор, когда я играл в Asphalt 9. Если на минимальных настройках, то в принципе с большими проседаниями FPS даже в Asphalt 9 можно поиграть. А так, в принципе, в другие. В игры, в казуалочке тоже, конечно, проблем никаких не будет. Но, в целом, вот такая вот ситуация получается. Миниджек, друзья, здесь присутствует. И это отличная новость. Сканер отпечатка пальцев. Здесь тоже присутствует за эту цену. Цену мы обозначим немножко попозже. Скорее всего, первого или второго поколения. То есть сканер отпечатков пальцев очень дешевый сюда установили. Но он здесь и есть. И это уже круто. Я сюда зарегистрировал один отпечаток пальцев. И работал он не очень хорошо. Я зарегистрировал второй отпечаток пальцев. Того же самого пальца. И он стал работать немного получше. Поэтому вот такой небольшой лайфхак. Звук, друзья. Звук здесь бюджетного телефона. Тихий. Не совсем детализированный. Но своих денег он, друзья, стоит. А в наушниках звук даже, в принципе, нормальный. Батарея. Батарея на 3200 мАч. То есть на 200 мАч больше, чем у компании Xiaomi и у ближайшего преследователя. Зарядка на 5 вольт 1 ампер. И на один день этого телефона хватает вполне. На два дня растянуть будет очень-очень сложно. Конкуренты этого телефона. Основной конкурент, мне кажется, это Redmi 6A. Также есть Huawei Enjoy 9E, который стоит в районе 11 тысяч рублей. Но это, конечно, наверное, перебор. Redmi 6A будет действительно хорошим конкурентом. И давайте, кстати, обратим внимание на цены. Цены за версию 2.16 в рублях 4700 рублей на Алиэкспрессе. Или около 70 долларов, друзья. Ценник, в принципе, даже совсем ок. Потому что Redmi 6A в той же комплектации стоит 5500 рублей. Или же 83 доллара. То есть дороже. То есть, смотрите, друзья, если вы хотите чистый Android за очень небольшие деньги, с нестыдным процессором, отличным фору-фактором, то окей, друзья, Oukitel C15 Pro может для этого подойти. Перейдем к внешним элементам этого телефона. Впереди сверху фронтальная камера на 5 Мп, также разговорный динамик. Левая грань полностью пустая. Внизу основной микрофон, также microUSB и основной динамик. А справа кнопки громкости и кнопка включения и выключения. А сверху наклеена пленка прямо с завода. На задней крышке камера 8 Мп. Дополняет ее 2 Мп камера. Также сверху мини-джек. Сканер отпечатков пальцев. Есть надпись. И вся задняя крышка сделана из пластика. Проверим, как он работает в YouTube и в Chrome. YouTube открываем. В принципе, скроллится очень даже неплохо для бюджетного варианта. Видно тормоза, подлагивание и так далее. Я уже говорил, что вы сможете смотреть видео только в 480p и не больше. А в Chrome тоже. Он юзается очень даже неплохо. Можно неплохо серфить в интернете. Следующий это плюсы и минусы этого телефона. Первый плюс это его цена. Около 70 долларов. 4700 рублей. Это цена очень даже ок для этого телефона. Если вам нужна звонилочка, то окей. Второй плюс это дизайн. То есть современный форм-фактор с капелькой, друзья, за эту цену. Ну, тоже очень хороший момент. Третий плюс это сканер отпечатков пальцев. Но не путайте. Не сам сканер, а то, что он в принципе здесь присутствует. Это уже плюс. Четвертый процессор Helio A22, который справляется очень даже неплохо. Пятый с коробки сразу же Android 9 Pie. И это тоже очень круто. Шестое снимает, в принципе, неплохое видео на основную камеру. Ну и седьмое чехол в комплекте есть. Это тоже отлично. Из минусов, друзья, задняя крышка открывается как в 2015 году. Ну, не знаю, можно считать это минусом или нет. Но как-то это интересно сделано. И второй момент, хотя это по сути глобальная версия, но здесь не все переведено. То есть есть некоторые менюшки, которые не часто используются, но они не переведены. Это тоже можно отнести к минусам. Также основная камера все-таки немножко подтупливает. И края у него очень сильно замыливаются. Друзья, какие выводы по поводу этого телефона? Телефон за свои деньги, в принципе, неплохой. То есть если у вас есть выбор, допустим, покупать Redmi 6A или этот телефон, то здесь голый чистый Android. Если вы хотите MIUI, то, конечно, это будет Redmi 6A. То есть вот такая небольшая разница. Но в целом китайцы уже, ну, в принципе, неплохо делают бюджетные телефоны, ставят неплохие процессоры. Для повседневки, друзья, для звонков, для каких-то совсем небольших задач этот телефон, в принципе, даже ок. Вот такой небольшой обзор Oki TLC 15 Pro. Друзья, если вам интересно, ссылочки есть в описании. С вами, друзья, был я, Ed Skraber. Всем хорошее настроение, позитиво. Всем пока-пока.